Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию к Тимофею, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем с вами делать обзор третьей главы этого послания. О содержании третьей главы апостол Павел предсказывает Тимофею о том, какими и почему будут последние дни, об этом с первого по девятый стих. Далее предписывает ему, Тимофею, различные средства для противостояния тяжелым временам, с десятого по семнадцатый стих, в частности, приводит свой личный пример «А ты последовал мне в учение?» и так далее. И знание священных писаний приводит пример, могущих умудрить нас во спасение «И являющихся противоядием против разложения тех дней, в какие мы живем». В этой главе апостол Павел говорит Тимофею, какими плохими будут другие и каким хорошим должен быть он, епископ Тимофей, плохие люди в некотором смысле полезны для нас в том отношении, что побуждают нас тверже держаться своей непорочности. И мы читаем первый раздел, где апостол Павел предсказывает Тимофею о том, какими и, главное, почему будут последние дни, это с первого по девятый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Когда апостол Павел пишет о последних днях, надо понять, что история развивается по некой такой спирали. Об этом писал еще премудрый Соломон, когда говорил, «Если говорят тебе вот это что-то новое, не верь, это забытое старое». И в каждом поколении есть свое начало, есть свой конец. Обычно конец – это кризис той цивилизации, среди которой жили христиане. Но также это свидетельство о самых последних днях, которые ожидают весь род человеческий. И эти времена называются тяжелыми. То есть мы должны воспитывать себя, своих детей, для того, чтобы приуготовлять себя не к какому-то прогрессу, а именно к прогрессу, потому что мир, совершенно очевидно, лучше не становится. Итак, характеристика этих людей – первое. Люди будут самолюбивы. То есть они будут эгоистами. Каждый за себя и все друг против друга. Сребролюбивы. Апостол Павел пишет, что сребролюбие – есть корень всех зол. И военные конфликты. Если разворачиваются, как правило, за этим скрываются какие-то экономические махинации и преступления. Сейчас даже эпидемию могут превратить в доходное дело. И будут зарабатывать на каких-то фальшивых вакцинах огромные деньги. Делать огромные капиталы, подвергая опасности жизни многих и многих людей. Итак, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды. Что значит горды? То есть у них будет идеология самопревозношения. Это будет в формате целых народов, когда они будут считать себя настоящими людьми, а остальных недочеловеками. но это будет и в формате отдельно взяток личностей. Горды, надменны. Чем отличается надмене от гордости? Надменны – это тот, который не замечает ничьих других интересов. Живет только собственными, а все остальное отметает. Злоречивы. Ну, для всех не секрет, что мы живем во времена фейков, когда одни люди позорят злобным образом других людей. Это происходит не только в частном порядке, но и между разными партиями, между разными сообществами, целыми странами и даже континентами. злоречивы, родителям непокорны, то есть молодые будут превозноситься над людьми в возрасте, над пожилыми. Именно это и означают эти слова родителям непокорны, то есть они будут разрушать все старые устои, нравственные, моральные, которые существовали в мире, бросать вызов вере отцов их этики и эстетики неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, то есть они неблагодарны в том смысле, что они не помнят того добра, которое было сделано им хотя бы со стороны их родителей. нечестивые, то есть они будут пребывать во всяческом осквернении, во всяческом нечестии, недружелюбные. Сейчас действительно мы это видим, люди, даже живущие в одном подъезде, они проходят молча, не приветствуют друг друга, нету доброго отношения в лицах, тем более в словах. непримирительные, то есть неспособные пойти на мирные переговоры. Сейчас мы это видим и в масштабе целых стран и отдельно взятых семей. Клеветники невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вот здесь мы видим, что такими будут не только люди мирские, но и люди религиозные. Они будут более сластолюбивы, то есть они будут искать для себя удовлетворение своих похотей, нежели боголюбивы. То есть речь идет здесь именно о верующих, у которых будет неправильная иерархия ценностей, и хотя боголюбие будет сохраняться, но оно не будет на первом месте, на первом месте гедонизм. Имеющие вид благочестия, то есть как бы христиане, силы же его, то есть подлинного христианского благочестия, отрекшиеся. внешние благочестия, это такие мыльные пузыри, которые могут очаровывать нас, но через какое-то время они лопаются. Таковых удаляйся. Вот здесь дается совет не участвовать в коллективных и частных грехах, разлагающегося мира. Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Здесь в пример приводится частности, когда будут люди, которые будут буквально вкрадываться в дома, то есть входить в доверие, но единственное, что будет стимулировать эти действия, это вожделение, страсть к обогащению и к плоским удовольствиям. всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, а таких Достоевский писал, это те, которые начитались предисловий, то есть их знания поверхностные, они не вчитываются, не всматриваются в ту информацию, которую получают, а что-то поверхностное исследуют и на этом останавливаются. Далее очень интересный и важный текст. Апостол Павел пишет, это восьмой стих, «Как и они и иамври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды вере, но они немного успеют, девятый стих, ибо их безумие обнаружатся перед всеми, как и с теми случилось». Вот здесь апостол Павел приводит в пример некого Иоанния и иамврия, которые противились Моисею. Проблема этого стиха заключается в том, что во всей Библии ничего не сказано об этих двух людях, кроме этого отрывка. То есть апостол Павел отсылает читателей этого послания к известному Медрашу, еврейскому Медрашу, то есть некому преданию о том, что были люди именно Иоанния и Иоанври, которые все время противились Моисею, хотя и принадлежали к его сообществу. Это прецедент о том, что апостолы используют предания для того, чтобы усилить восприятие того материала, который они подают. Причем совершенно очевидно, что апостол Павел не привел бы этот пример, если бы это не было бы общеизвестное предание в то время. Поэтому мы видим, что древние христиане, сами апостолы, они делают такие отсылки. В Библии есть несколько таких отсылок к древним преданиям, причем эти отсылки есть и в Ветхом и в Новом Завете. Смотрите, что пишет архиепископ Оверкий Таушев. В третьей главе апостол предрекает страшное усиление зла и нечестия на земле. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны и так далее. Хотя эти слова относятся к последним временам существования мира и человечества, но, как мы уже видели, под последними временами можно разуметь весь период времени, начавшийся с приходом Христа Спасителя в мир и совершения им дела искупления человечества. Поэтому ближайшим образом эти слова апостола относятся все к тем же лжеучителям, о которых говорил он и в прошлой второй главе. Характерная черта их та, что они будут иметь лишь внешний вид благочестия, то есть будут притворщиками и лицемерами. И мы знаем, что еще Господь говорил, что придут к вам волки во вечной шкуре. О том, что приближаются последние тяжелые времена, говорил еще пророк Даниил, это 12 глава 1 стих. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Это действительно так, как и Христос говорил апостолам из числа семидесяти, не тому радуйтесь, что вы чудеса творите, а тому, что ваши имена записаны на небесах. Следующий раздел апостол Павел предписывает Тимофею различные средства для противостояния им, то есть лжеучителям, об этом с 10 по 17 стих, в частности, приводит свой личный пример. И мы читаем. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпения, в гонениях, страданиях, постигших меня, в антиохии, икании, листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Вот этими словами апостол Павел как бы говорит, ты уже начал подражать мне вере, великодушие, в любви, в терпении. подражай мне и в гонениях, как надо их переносить, с какой кротостью, с каким смирением и с какой твердостью. Далее апостол Павел объясняет, почему мир не может переносить христиан. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Запомним этот стих, это 12 стих 3 главы 2 послания к Тимофею. Здесь не сказано, что живущие благочестиво будут гонимы. Здесь сказано, да и все желающие желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. То есть достаточно только пожелать, стяжать благочестие, как мир во всей ярости своей обрушится против нас. Вот почему мир ненавидит христиан самим своим желанием жить благочестиво мы бросаем вызов их образу жизни. Далее злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И не надо этому удивляться, потому что даже об Антихристе сказано, что ему дана будет власть победить святых. Это мы видим в книге Откровения Иоанна Богослова. То есть мы не должны обращать внимание на их временный успех, на временный успех врагов церкви. Поэтому далее апостол Павел пишет «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». И мы тоже знаем, кем мы научены. Настоящее обучение вере – это не семинария или академия. Это те первые наши наставники вери, которые и являлись для нас лицом христианства. Для меня это старческое лицо моей бабушки Журавлёвой Матрёны Фёдоровны, для кого-то это лицо его бабушки или его матери или его отца. Поэтому, когда нам говорят, что нравственный облик церкви чему-то не соответствует, это глубоко субъективное утверждение. Нравственный облик церкви в моей жизни – это когда я семинарист, приехал в Орехово-Зуево, мой родной город, и моя бабушка, которая с трудом ходила, она ночью устала, нашла мои носки и стала их стирать. Это и есть нравственное лицо церкви, экклесии, то, как я его видел и то, как я его распознаю до сих пор. При том же ты из детства далее пишет Павел 15 стих знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Что значит знаешь из детства священное писание? В еврейской системе образования было принято, что детей начинали обучать Торе, пятикнижию Моисея, где-то с пятилетнего возраста. Вместе с обучением основам чтения им преподавали текст Торы, начиная ее изучение с книги Левит, по-еврейски она называется Сефер Вайкра. Это книга о чистом и нечистом, чтобы дети, которые сами чистые, по своим душевным качествам научились распознавать, что может их осквернить, а что может поддерживать их это чистое состояние. Далее апостол Павел произносит слова, очень знаковые, все Писание Бога вдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это 16 и 17 стих. Когда апостол здесь говорит о Писании, конечно, он имеет в виду прежде всего Ветхий Завет, потому что Новый Завет еще не был до конца составлен, эти книги были еще разрознены, только во Втором веке, начало Третьего века, они соберутся в один свод книг и станут христианской частью Библии. Итак, Писание существует для того, чтобы мы были совершенными людьми ко всякому доброму делу приготовленными. Далее мы посмотрим, что пишет блаженный Августин, объясняя слова, «Все Писание Бога вдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Это из его проповедей. Августин пишет «Писание святое, правдивое, беспорочное. Нам, следовательно, не в чем обвинять Писание. Если мы случайно его не поняв в чем-нибудь отклоняемся от пути истинного, когда мы его понимаем, мы правы. Когда же по причине его непонимания мы неправы, мы тем самым отказываемся от него, сохраняющего свою правду, ибо ступив на путь порока, мы его не извращаем Писание, но оно остается правым, так что мы можем обратиться к нему с целью исправления. Здесь Августин касается такого вопроса, как вопрос понимания Писания. И действительно, при неправильном понимании Писания мы можем потерять какие-то нравственные ориентиры, но изучая Писание в Церкви и вместе с Церковью мы избегаем подобных ошибок. Итак, сегодня отцы, братья, сестры мы сделали обзор третьей главы второго послания к Тимофею первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Продолжение следует...